Здравствуйте! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым и в гостях у нас Любовь Калинская, продюсер замечательного фильма Ирей Сан. Здравствуйте! Ну, простой вопрос, наверное, какова была идея создания фильма Ирей Сан, кто придумал этот фильм. Здесь Бога давно уже нет. Кто платит, тот и Бог. Историю Ирей Сан, которому потом выплатился фильм, я услышала от Вани Ахлобыстина, которого мы давно друг друга много-много лет знаем. Еще пять или шесть лет назад был необычный подход японско-православного священника, приезжающего в российскую глубинку, он просто, знаете, запал в душу. После этого были другие фильмы, делали «Соловей-разбойник», потом был телевизионный сериал. И в какой-то момент была моя, в общем, идея вернуться к этому фильму. Была написана именно короткая история, так называемый «Тритмент», да, как бы говоря, это развернутый синопсис для тех, кто это не знает. И дальше, вот там, в течение нескольких месяцев была работа Романа Владыкина, со-сценариста и Ванины идеи, Ванины диалоги. В общем, можно сказать, это совместное написание сценария фильма «Ири и сам». А как выбор пал на известного японского или голливудского актера Кэри Хироэки Тагава? Как вы его нашли, как на него вышли? То, что касается голливудско-японского актера, нашего Кэри Хироэки Тагава, я позвонила Игорю Жижикину, с которым мы дружим много лет, и мое обещание, что он снимается в любом моем фильме, я его соблюдаю по сей день. Я говорю, Игорь, кого бы ты мог предложить? Я говорю, знаешь, мне нужен японец, ну, американского происхождения, наверное. Он говорит, как ты думаешь по поводу Кэри Хироэки Тагава? Я сказала, это возможно, потому что я знала его по работам Пер Харбарда, Мемуары Гейши, Хатика, его знаменитый Шан Цунг в «Мортал комбате». Он говорит, да, я еще дам тебе телефон его директора. Мы поговорили с директором Иркеном, я отправила на английском именно три минуты, еще тогда сценарий только писался, был в стадии. И, как ни странно, для меня удивительно и для всех на счастье, Кэри Хироэк Тагава согласился ровно через три дня. Он сказал, что это настолько необычная история. И, как он говорил потом в пресс-конференции, как ни странно, имея 120 работ в Голливуде, это была его первая главная роль. Он сказал, что он эту роль ждал 47 лет. У всех есть испытания, и я свое не прошел. Надо же, как интересно, какое событие. А вот то, что он говорил… В фильме он говорит по-русски. Но ведь я знаю, что он русского-то не знает. Вот как удалось так вживить актера Голливудского? Ну, повезло, наверное, еще то, что… Да, он действительно говорил только на английском. Практически все наши исполнители главных ролей знали английский в той или иной степени. И как тот, кто не знал, с кем он общался, как сказал Кэри опять же в интервью о том, что есть особый актерский язык. И это помогло ему на площадке. Но потом все знали свою роль. А то, что касается дубляжа, это действительно было очень сложно. Мы объявили за конкурс. Мы искали по японским посольствам. Мы звонили в Японию. Мы проходили здесь как кастинги. Потому что же не только нужно было дублировать, нужно было сыграть так, как сыграл Кэри. И в этом плане вот 4 или 5 месяцев нас ушло, и Вадим Медведев мы нашли актера-дубляжа, который, я считаю, блестяще спарился своей ролью. Потому что многие, кто просмотрел кино, писали, ну, надо же, как Кэри выучил русский. Ни у кого не возникало сомнения, что его просто дублировали. Ну, фильм, конечно, потрясающий, красивый. Много красивых сцен. Красиво, когда колокол, когда находят его в лесу, и вот это вот выходят медведи при этом, да? Да, выходит, сначала медведь. Хотя некоторые, кто просмотрел киногово, не верили. Говорят, это компьютерный медведь. Я говорю, какой компьютерный медведь? Это медведь Степа, который знаменителен тем, что он снимался в фильме «Царь». Вот. А медвежата, которые там тоже снимались, мы снимали их чуть отдельно, потому что, оказывается, медвежата и медведь, они друг другу... То есть, если медведь стоит сразу, не будет слушаться. Поэтому их даже пришлось чуть дальше отвести, чтобы даже запаха не было. Ну, и дальше вот так. Такой интересный. Ну, эпизод получился очень красивый. Лес очень красивый. Лес очень красивый. Ну, и вот с колоком тоже очень красивая сцена. Конечно, красивая сцена финальная. Наверное, ожидали какой-то вот развязки в храме, что случится, но получилось очень красиво. И чья вот... Я знаю, что это именно ваша была идея. Вот. Знаете, во время написания сценария, да, как бы мы разговаривали о том, что, ну, что они у нас все время в деревне. Поэтому нужно куда-то их вывести и показать красоту ярославской природы. Я говорю, давайте пойдем в лес. Может быть, там будет как раз шатун на охоте. И Егор Баранов, режиссер нашего фильма, говорит, может, они колокол найдут. Я говорю, хорошая идея. А дальше, говорю, как раз, чтобы раскрыть образ Петра Николаевича Мамона, роль шатуна. Давай, говорю, каких-то животных увидят. Белочек, не знаю, там, лосей. Ну, вот у нас получилась медведяшня. И мы понимали, что как остановить? Вот как остановить зло, которое пришло к храму? Ну, это только либо молитва, либо благая весть, да, как бы колокол. Он же говорит, что это колокол старинный. Вот мы решили в обрушенном бандитах. Достаточно сложный был трек. Но мы справились в первого раза. Спасибо каскадерам группе Антона Смекалкина, с которым мы отработали уже не один проект. Много событий произошло интересных и после фильма. Например, что Керри Херойко неожиданно для всех принял Святое Православное Крещение. Так это? Да. Ну, необычных было много моментов. Много необычного было еще и во время фильма. Могу сказать, что на шестой или седьмой день, когда меня позвал... Ну, то есть сначала мы получили благословение мантрополита, получили благословение отца Виктора, царство ему небесное, метрофорную поэтерею, который разрешил нам снимать все-таки в храме 117 человек съемочной группы, 14 единиц транспорта. Вы понимаете, не каждый на это бы пошел. И где-то на пятый или шестой день у нас какая была массовая сцена, и мне председатель говорит, расскажите все-таки о чем кино. То есть они повосхищались в виде Петра Мамонова, Ивана Хлобыстина, там, Любу Толкалину, Дашу Камасову, Надежду Маркину, Людмилу Черсину, там, Никиту Ефремову. То есть они понаслаждались, что-то в такое, там, в Ярославской губернии приехали, в село Сканетинова такая группа. И говорит, расскажите о чем кино. Я начинаю рассказывать, произнеся про колокол, они говорят, вы наш колокол нашли? Я говорю, в смысле? Он говорит, у нас колокол когда-то оттуда увезли, он потерялся, и вот в лесу. Вы наш колокол нашли? Я говорю, да нет, я вам сценарий фильма рассказываю. Потом я рассказываю о том, что злодей, исполненный Ивана Хлобыстина, должен был уничтожить деревню ради строительства кирпичного завода, потому что очень много на залеже красной глины. Он говорит, Люд, а помнишь геологи приходили к нам? У нас тут на 70 лет хватит. Потом я рассказываю про поджоги, они говорят, вы это изучили, у нас два года назад у нас же восемь домов сгорело. То есть они были полностью уверены, что мы сначала изучили село Скнетинова, и только потом все написали сценарий по их, то что у них происходило. И после этого только вот мы приехали снимать. И они остались с этим сознанием до последнего. А после фильма господин Тагау или Керри, на самом деле когда был отдых, мы ходили в храмы. И он очень проникся, да, то есть он на самом деле очень глубоко проникся. Полтора года шло там постпродакшн, пока мы снимали в Японии. И в дальнейшем вот уже понимала, что он приедет в Москву на премьеру, на поддержку фильма. Мы с ним проговаривали, и вот так как-то, знаете, вот в разговоре я говорю, Керри, а какой все-таки у тебя вот вера? Знаешь, ты знаешь многие религии. Он говорит, ты знаешь, вот ты сейчас спросил у меня то, что я полгода уже думаю, там, я уже как бы в солидном возрасте. И он говорит, ты знаешь, я как раз думала о том, что я бы хотела принять православие. Для меня это было очень неожиданно. Он хотел бы принять православие именно в Россию. Я связалась с ладыкой Каламрионом, и он сказал, что только после личной беседы, да, вот он поймет, насколько Керри Хирея Катагава готова. То есть была личная беседа, именно ладыки Калариона. Да, даже вот это было очень тоже интересно, промыслительно. Я говорю, может, ему что-то почитать, подготовиться. Он говорит, нет, не надо, но без обид. Я приму решение после беседы. К сожалению, в этот день что-то было срочное, и приехал там векарь или помощник от ладыки Калариона, отец Николай, японец, чего деда крестил Николай Японский. Это вот то, что является красной нитью, то там зрители не знают, то, что история про Николая как бы сто лет прошло, да, и мы возвращаемся обратно, как в свое время Николай, Николай Иван Дмитриевич Касаткин приехал в Японию в 1861 году, и благодаря которому до сих пор стоит храм в центре Токио, выше, чем императорский дворец, и который коммунизировали, как Николай Японский, который принес православие в Японию. Вот, поэтому здесь как раз это удивительное было, что человек, который принимал решение, и кому доверил ладыкова и он, его деда крестил именно Николай Японский. Они проговорили 4 часа о многом, и утром позвонили, сказали, что принято решение, что Керри искренне хочет принять это православие. И на самом деле это так оно и есть. Кстати, а вот первая сцена или одна из первых сцен как раз вот в Японии происходит тоже на фоне храма православного. Это и есть храм Николая Японского. То есть он называется храм воскресения, но его называют храм Николай До, хотя До это, в общем, больше китайский путь. Вот так его называют. Как раз именно этот храм был построен еще при жизни Николая Японского, и он был выше построен, чем императорский дворец. Это, конечно, удивительно, когда ты прилетаешь в Японию, и первый твой съемочный день, и ты подходишь к мощам Николая Японского. Это что-то незабываемое. Спасибо, Любовь Алексеевна. Мы обсуждаем фильм Ирей Сан, Испавец Самурея. Еще раз повторяюсь, у нас в студии Любовь Алексеевна Калинская, продюсер этого фильма, идейный вдохновитель, создатель. И следующий к вам вопрос. Как после премьеры, после производства фильма отнеслась Русская Православная Церковь к этому фильму, и лично патриарх? Ну, изначально Владыка Ковыреновна были уже связаны, потому что у нас был официальный консультант, я понимала о том, насколько серьезный этот фильм. И здесь нельзя было ошибаться. Ошибаться в том, что какое-то преподнести неправильно, как у нас есть внечание. Как иногда, вот, мне рассказывают случаи, что снимали, но люди были некрещеные, и было по православной документальной правды, фильмы, крестились как католики. И что с этим делать потом? И у нас, у Владыка Ковыреновна был официальный консультант Дмитрий Петровский, который на уровне сценария делал правки. Что-то было можно, что-то мы спорили, потому что это кино, это не жизнь, это кино, мы много спорили. И в результате, после фильма, для меня как продюсера, не то для меня, а для всей нашей съемочной группы, которая, действительно, до 90% было верующих людей, наш патриарх посмотрел фильм, похвалил за проделанную работу, и сказал, что даже, что фильм несет доброе, конфессиональное, очень теплые слова сказанные им, и то, что привели ко Христу человека, вот, он сказал, что это дорогого стоит. Любовь Алексеевна, как раз, где-то месяца за четыре, за пять, до выхода фильма «Ири и Сан» вышел другой российский фильм с названием «Левиафан». И он тоже нашумел. Можешь ли вы их сравнить? Вы знаете, наверное, по стилю, да, по месседжу, это разные фильмы. Несколько раз я слышала, что «Ири и Сан» это анти-левиафан. Это не мной было сказано, но так бы разносили те, которые, ну, смотрели этот фильм. Я хотела бы, что в нашу страну показывали чуть-чуть лучше даже, чем она есть, а не так, как показано в этом фильме. Вот могу сказать свое мнение. Ну, если я добавлю свое мнение, фильм «Левиафан», он красивый фильм. Это потрясающая актерская работа. Но там не видно выхода. Показана сегодняшняя наша действительность, и все. Фильм «Ири и Сан» выгодно отличается, потому что у нас есть выход. Трудиться, молиться, надеяться на чудо, и чудо происходит. Небольшая горстка людей, жителей деревни, смогла противостоять, ну, вооруженным бандитам. И здесь, да, это чудо, да, это, может быть, сказка, но красивая очень сказка, и есть выход. Что нужно делать, когда весь мир вокруг рушится? Левиафриксина, спасибо вам огромное за вашу работу, за ваше творчество, за этот фильм. Я думаю, Господь вам даст силы, энергии, вдохновения на будущее. Еще раз спасибо. В студии у нас была Любовь Алексеевна Калинская, продюсер замечательного фильма Ирей Сан. Успехов вам, и спасибо за это. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.